Тиффани. Я пришла в прямой эфир провести, что-то пришла сразу почесать. У нас сейчас будет в прямой эфир. Потому что вы думаете, тихо, делать мне нечего. Может мне кто-то захочет что-то. Ну куда-то пристаешь сразу. В прямом эфире сразу в Тиффани. Кристина, хочешь я тебе почешу? Так, у нас нашелся прямой эфир. Могут люди посмотреть. Какая у меня добрая Кристина. Очень любит Тиффани. Хотя раньше Тиффани любил Чарлик. Как у них меняются характеры. Какие-то полгода и птица другая. Так, не кусает Тиффани за нос. Да, не надо. Ну, Анаш, ты, черный, тебе чесать будет или что? Ну и вот это у нас серьезный прямой эфир. В этот момент прекрасный. Кристина пришла, чтобы я почесала Тиффани. Видите, как у нас тихо, хорошо, вечер, спокойно. Время думаю не поздно, и люди еще не спят. Попугай, можно сказать, не спят. Чарли, сесть оттуда. Вы все польцы уже поснимали. Чарли. Чарли. В общем, непослушная. Мне уже кто-то даже поставил лайки. Уже даже два человека на прямом эфире. Так что можете задавать вопросы, если кому-то что-то интересное. Если кому-то что-то интересное, мы постараемся отъедеть. Вот у меня сильно страшно уставшая кошка Шер. Вылезал за целый день. Чарли, Чарли, слезь. А, еще можно показать прямом эфире. У нас есть мальчик Марсель, который тоже страшно уставший. Очень страшно. Где-то там, Марсель? Покажись. Где-то там. Ой, ты мой маленький. Красивый. Проснулся. Спи дальше. Африка его замучила. Со своими, скажи, иврами. И ходится целый день играть в Марсель. Африка, если я отойду, ты будешь приставать Марсель? А вот и тень играется. Там уже свет не горит. Он не в будке почему-то. Вообще он любит в будке спать. Ну, пока он так. Там коты я смогу на клетки спать. О, привет из Москвы. Привет. Вот первый мне уже кто-то написал даже. Тинь-тинь, у тебя куда? Тинь-тинь нет, чтобы взять и поспать красиво. О, мягкие, взграты и пошли, заняли большую территорию. Не единились. Потому что они говорят, в нашу клетку все ходят, а мы пойдем тоже в чужую. Арчи, не поставай. Арчи, я стараюсь тихо говорить. А то, если я говорю громко, они стараются еще громче. Ой, молодец, почистила. Я просила с пенца. Чарли, слезь оттуда. Чарли. Чарли, Чарли мне стоит снимать колечки. Со штор. Да? Прямо такой мастер-мастер. Я когда стираю шторы, я подеваю. Он опять снимает. Грета хочет выйти. А Метхен ее не пускает. Держит за хвост. Грета выпал. Грета выпал все-таки. Да, птиц у меня много. Молы молчат. Марселька молодец, спит. Не играет со собаками. Чарли. Чарли. Вот у Чарли. Чарли. А ну слезь, где строй? Согнала Чарли, так села Грета. Да, Грета. Я про тебя сказала. Да. Я говорю, Чарли, слезь, так ты залезла. Так, не вздумайте только кричать. Такая тишина была. Думаю, проведу эфир. Может кто-то что-то позадает вопросы. Марсель, ты куда спальни туда? Не, не спальни, на кухню. Я на кухню не иду. Хотя можно пойти и дать ему печенье, которое вы полагали. Такое вкусное печенье у меня, может сказать, прямо аж с ума сходит от него. Тихо. Тихо. Ты знаешь, что я эфир с тебя начала? У вас обстановка в Украине, у нас ужасная обстановка. Сегодня у нас в Умань попала бомба, в жилой дом. Много погибших. Последний раз смотрела 23, 4 ребенка. Так что какая может обстановка? Настроение не очень. Вот даже думаю, снимает что-нибудь, не снимает. Потом думаю, ладно, поснимаю. Так что положение пока не очень. Но мы хотим, чтобы у людей было настроение. А кто может поднять настроение? Разве что вот такие безобразники. Эй, куда ты сел? На мою картину. А? Поведение ужасное. У Чарлика. У Арчи хорошее поведение, да. Он по картинам не только откосы погрыз свою. И все. Так, прикрати, здрасьте. Он говорит, про него говорят, так я покажу, какой я гелый. Да? Арчик. Скажи, я когда был в молодынии, так красиво грызть косы, спал с котами. Теперь я вырос. На коту не обращаю внимания. Даже на Филю. Ни на кого. Вот лежит тебе кошечка. И Арчи все равно. Да? Так, слезь со шкафа. Вот, смотрим, настроение приходит. Вот это правильно. Надо, чтобы было настроение. А то как без настроения. Вот, как же может быть плохое настроение, вот и смотрите, лежит шикарная кошка. Обалденная. И балдеет. Она балдеет, ну и мы балдеем. Да? Шер. Что-то давно котят у меня не было. Украина. Да, у нас это моя Украина. Кошка украинская. Зовут Шер. Это не я дала имя. Это кто-то дал. Да. Обстановка у меня в доме, не знаю, как у вас, у меня не меняется. Слава Богу. Ай, все нормально. Знаете же, кошка спит. Спокойная. Значит, все хорошо. Сапаки не лают. Значит, ты, Метхин, на меня не целься. Сидит мне, хочет на голову прыгнуть. Метхин, не надо только на меня целиться. Хорошо? Где твоя Грета? Куда ты тут что делал? Загнал? Ну, Метхин остальное любимое место, это на моей голове сидеть. Да, Метхин? Красавец. Какой-то красивый. Ну, а с морковкой. Сам зелененький. Так, мне кажется, Марсель на кухне. Сто процентов. Пойди на кухню, что ли. Проверить. Только если я пойду на кухню, там темно, надо свет включить. Сейчас пойдем проверим. Сейчас пойдем проверим. Конечно. Марсель, мы тебя вообще-то застукали. Уже рыбки спать олеем, свет уже потушила. Уже эта подросла. Ну, конечно. Так, пойдем включим свет. Пойдем включим. Марсель, мы тебя застали на горячем. Раз, я слышу, что по времени какая-то крыша с кастрюли, значит. Цепетр оттуда. Вода на полу. На. Давай, покажи, как ты будешь. Ну, стирать. А что вы все пришли? Ребята, идите в комнату, там хорошо было. Какой у Марселя приятный. Будь здоров. Будь здоров. Это рыса. Кто это, яблоко погрыся? Ну, помнишь, кто еще. Что, Марсель, еще дай вам вку дать? А? Сейчас. Залезем в волшебный шкалчик половинку, потому что тоже много. Тоже я. На. Просто всем нравится, как ты живешь. Раз ты уже на кухне без меня, тут ворочаешь. Боже, как вкусно говить. Попугай, что вы тут делаете? Иди в комнату. Они так знают, если Марсель на кухне, значит, там что-то вкусное. Значит, постарелил от крыла, буддорог. И значит, можно что-то поесть. Все, Марсель, до свидания. Печенье больше не получится. Мясо на улице размораживается. Все, все, финиш. Пошли в комнату. Ну, пошли, тут сейчас все сюда прилетят. Идем в комнату. Поддельники. Что там, что там Марсель нашел? Покажи. Ничего, густая кастрюля. Просто не помытая. Все, Марсель, пошли. Пошли. Хватит. Хватит, идем. Вот ты тут страшно уставший, смотрю. Очень. Рыбу уже спать легли. Светлень потушила тоже, потому что уже темпу вода для них. Так они спят в темноте. Причем на дне почему-то. Эй, страшно устал. За целый день. Видите, как вечером хорошо. Ребята, я вас там вижу. Что вы там все делаете? Давайте выходите из кухни. Я уже свет потушила. Бригада? Бригада. Марсель, Чайли, Кристина. Это стала одна бригада. Ух, кухонщики. Самые голодные. Да. Торчила одна. Когда нам ведут золотом. Не знаю. Я все жалуюсь на тех, кто украл канал. Ну, уже ютубу я пожаловалась. Когда ютуб решить, не знаю. В любом случае, те, кто украли мой канал, они им не пользуются. Он пустой стоит. Робикс. Робикс это мой канал. За окон. Он как бы не на мне сейчас. Но так как я жаловалась все время, что это канал. За окон. И он на моем емейле таки чистится. Так они как бы ничего не могут. Но они там доставляют свои видео. Своих девочек. С ногами. Я на эти видео. На эти видео жалуюсь на сексуальный контент. Их блокируют. Там уже у них три канала закрыли. Но они все усиленно ставят, снимают. Ставят новые каналы. А я все время на них жалуюсь. Это сексуальный контент. А где Лиза? Гиза может быть? Гиза. Гиза. Лиза у меня нету. Гиза спит. Сейчас вам покажу, где она спит. Гиза. Гиза, покажите, где ты спишь. Уже все потушили. Гиза не видно. Гиза. Ну, уже все. Уже время такое, что все пошли ко сну. Немножко у нас ночное время. У нас когда поздно, они уже так хорошо. Тихо, спокойно. Все почти готовятся спать. Малые уже сами в клетку пошли. Потому что они там спят. Уже видите, у себя домики сидят. Домик у них всегда открыли. Иногда там приходят, у них поживица, лиса, и там Грета, и Метхен, и коты. И в них ходят. Лиса. И вообще, и Аши любят, и Фесси. В общем, к ним любят все гости ходить. Но они как бы не очень лагаются. О, соломинка. Рома, обстановка у коленя такая. Россия продолжает бомбить тяжелые дома. Да. Вот такая у нас атмосфера. Да. Пока для Украины ничего хорошего. Ну, может, когда-нибудь пробьемся, и будет у нас мир и спокойствие. Жалко, что не все не будут. Ну, что делать. Такова жизнь. Держимся правильно, держимся. Так, а ну слезь оттуда. Так. Не, я же сказала слезь, почему ты не слушаешься. Иди уже на кухню лучше. С Марселем там. О, Метхен тоже, наверное, спать идет. Да, Метхен? Если он вот это садится на клетку, он обычно идет спать уже. Метхен, ты идешь спать или просто так пришел? Забирайся в огрет тут себе уже. Все скоро спать, Ля. Все. Ну, тут у нас. Красавица заняла мой стул. Я возле компьютера не сидела. Все же целый день спит. Шерп так и не просыпает. Так. В чем дело? Марсель хочет спальню. Марсель на второй этаж собрался уже спальню. Мы еще спать не ложимся. Печенье получил? Получил. Найди, пожалуйста, свою аппельку играйся. Луцель не видно действительно. Луцель. Сейчас найдем. Нашла. Видно? Кажется, у нее тихий час уже начался. Она уже за целый день набегалась. Сегодня дождя не было. Солнышко. Они были целый день утворей. Если скажу ее имя вслух, она, конечно, вскочит и будет сниматься. Эта звезда еще та. А мне уже кто-то звонит. Посмотрим, кто мне звонит. А звонит мне вот кто. Оля. Эта наша подписчица. Сейчас я ей скажу. Алло. Да. Здравствуйте. Да, Оля, ну при чем здесь вы виновата? Ну, чего вы плачете? Бомбили вы или Украину, не вы. Видите, вот уже люди звонят и плачут. Да нет, вы вообще не виноваты. Все, Оля, не плачь. Не выходите с плакатами, не надо. Ой, а то уже сытите. Уже звонят и плачут. Ну, как вы с этим жить? Так, Оля, успокоились. Вы не виноваты. Ну, я же понимаю, что не все русские виноваты. Не все русские виноваты, что у нас бомбят. Вообще не все. Так что... Вот, все будет добро. Вот даже мне люди пишут, что все будет добро. Все, Оля, выживем, выживем. Мне тоже дети вот звонят и говорят, мама, там сегодня бомбили возле вас. Я говорю, успокойтесь, не попали. Вот и все. Ну, сейчас у нас не бомбили. Сегодня бомбили. Оля, ничем не виноваты. Я сейчас веду прямой эфир. Я вам потом перезвоню, но успокойтесь, вы ничем не виноваты. Мы перезвоним. Да, хорошо, Оля, перезвоню. Ужас, вот так люди звонят. Это ж кошмар. Бедные люди. Ой. Ну, разве кто-то виноват. Не все ж хотят эту войну. Конечно, понятно, что многие хотят. Но те, кто хотят, у меня на канале не сидят. Нормальный человек, который без животных, не может хотеть войну. Да, Тиффани? Боже, ужас. Вот, где на войне погиб, да, Виктория? Ой. Это страшное дело. Живем мы в очень тяжелое время. Да, ужас. Вот такая нам выпала доля. И, брат, это кошмар. Это выжить тяжело. Так что. Ой. Да. Мы тоже вот жили-жили и никогда не думали, что мы доживем до войны. Никогда. Но я сказала вас, что я не брошу. Думаю, если придут нас убивать, значит придут вместе с животными. Я бы никуда не убежала. Я с ними никуда не добегу. Ой. Да, такой зайчик так на меня смотрит. Куда бы я тебя делала? Нет. Ты же без меня тоже помрешь. Любит страшно меня. Она сейчас спит. Я так все время лизуха на руки лезет. Такая ласковая. Такая. Вот тинь-тинь не такой ласковый. Да. А тихо не ужин. Такая ласковая. Пойди, боже мой. Вот такая хитрая у меня лиса. Лежит, типа страдает. Она не страдает. Она обалдеет. Вот такой какой-то эфир прошел у нас сегодня. Вопросы никто не задает. Оля звонит. Таня сказала, что это она виновата. Таня, Оля не виновата. Поверьте мне. Она тоже не хотела, чтобы ваш там их кутлер нападал на людей и убивал. Но это не виновата. Сейчас многие уже русские тоже соображают, что эта война не нужна. Ну, не все. Кто-то очень хочет, чтобы, ну, конечно, чтобы мы тут все умерли. Потом Польша, потом, не знаю, Фирляндия. Ну, основная масса не хочет этого. Что за балованная птица? Что за балованная птица? Да, скажи, скоро буду свет тушить и будете все спать. Вот так провела, скажи, эфир. И, в общем, надо смотреть, пока мы живы, вот мы красивые, яркие птички. Прикольный. О, у тебя есть Арчи, у вас тут. Так, слезь с картины. Арчи, покажи, как ты спишь. Да, они уже спать хотят. Видите, как Арчи высыпают. И кипиток. Это я просто разговариваю. В принципе, я сейчас закрою на зая и буду спать. Ну, вот эти каркаду еще, конечно. Пошла уже в клетку, тоже спать, наверное, будет. Если я прекращу вести в эфир, она будет спать. Потому что они туда уже идут спать. Но если она еще выйдет, только потому что я разговариваю. Марсель тоже спалил, не пошел. Говорил, что он хочет спать, я передумал. Вот такой мальчик. Где красота, Кристина? Кристина? Где красота? Это кто? Это Кристина. Я думала, это Чарль, это Кристина. Красотка. Красота. Я почесать? Кристина, давай почешу. Иди, показывай, как ты будешь, когда я тебе чесала. Ой, где тогда? Не чесать его не надо. Видите, пожалуйста. Когда я тебе решила почесать, она сказала, не надо. Ну, киноги, я почешу. Ну, клетка ваша вот такая должна быть. Вот она, дверь. Побожаю вас. Использую вас. О, ваша. У нас еще кто за Сашей. И все, компания. Так. Что-то прочитала. Кристина, зачем ты вышла? Что-то хорошо, я прямо туда спать собралась. Она меня обманула. Насчет спать. Собаки никакие. Короче, вечером вести эфир хорошо. Но он может отвечать на вопросы, потому что вроде тихо. Видите, звезда, которая любит сниматься, когда она спит, она, оказывается, не любит. Она очень эмоциональная собачка. Она очень выматывается за день. Она гавкает на котов. Когда я кушать даю больше всех. У нее самый толстый живот. Ей врач говорит, меньше есть. Я ей стараюсь меньше давать. А когда я даю меньше, она еще больше гавкает. Переживает, что у него диету посадили. Получается, не очень получает на диету. Да. Джесси вон валяется. Животные, конечно, чувствуют. Кто еще валяется? Все валяются. Вот такая у нас, видите, все валяются. Кто-то подоконники занял всего два человека. Шер и Тиффани. Они у меня все человеки. Ну, Грета пошла спать, нашла место. Вот уже, она под свет штору. Типа меня не видно, я как штора. Грета, арчи, какие-то спит. Николай, что там написано? Открыть себе и спит. Барон, что-то так закричал. Сейчас все спать или нет, он уже кричит. Да, вот так. Ну, как у нас вечерняя обстановка перед сном. Тихо, спокойно. Теперь можно сесть в интернете, посмотреть что-нибудь. И тоже пойти спать. Свет потушу, будет тихо, спокойно. Еще будет тише, чем вы думаете. Тут спрашивают, так мы спим. Да спим прекрасно. Тут такая тишина, что лично мне мешает спать только соседские собаки. Я, в моей везде, не видно, не слышно. Тишина. А соседский гасает ночью. Кто-то там может пройдет по двору. Ну, по улице и гасает. А у нас тихо. У нас уже вот все спят. Свет потушует, вообще никого не слышно. Так, ты зачем пристаешь барону? Кристина, я видела. Вот так. Малые уже, услышали, что я в заваре уже повылазили. А где наш папа? А где папа? У него два варианта. Или он спит. Пошел. Второй вариант. Он занимается йогой. На втором этаже в какой-нибудь комнате. Комнат много. Были детей в комнате. Теперь детей нет. Все поразъезжались. Никого здесь нет. Мы теперь, такое впечатление, что сами остались на всю жизнь. Какая-то хановка. Я теперь не понимаю, вернуться или вернуться. Может и не вернуться. Кристина, как ты... Боже, последний на тихо ходил. Один в Медфину пристает, другой в барону. Или это Медфин где пристает? И вот пристает. Все, ладно. Заканчиваю прямой эфир. Спокойной ночи всем. Будем тушить свет. Позвоню еще Коля. А то она там плачет. А то успокоит человека. Все, спасибо. Всем спокойной ночи. Заверши трансляцию. И так, завершаем.